Вещание телеканала Сочи 24 продолжает информационный выпуск. Здравствуйте! В эфире время новостей Сочи с Евгением Ос. В ближайший час мои коллеги и я расскажем вам о главных событиях дня. Вот некоторые темы выпуска. А у нас в квартире газ. А у вас? В поселке Дагомыс отключат газоснабжение. Что стало причиной и какие еще населенные пункты останутся без него? Электрический заряд и танец молний. На курорте прошли ливни с грозами. Опасаться ли дальнейшего разгула стихии и будет ли на курорте бархатный сезон? Цена человеческой жизни 30 тысяч рублей. В Сочи рабочий убил своего прораба. Удалось ли правоохранителям найти преступника? Об этом и других происшествиях расскажем в традиционной сводке ЧП. В поселке Дагомыс 15 сентября отключат газоснабжение. На Майкопской газораспределительной станции будут проводиться ремонтные и профилактические работы. В связи с этим будет прекращена подача голубого топлива через данную ГРС. Какие еще населенные пункты останутся без газа, расскажем далее. Так, с 9 до 17 часов 15 сентября будет прекращена подача газа в следующих населенных пунктах. Сергей Поле, Разбитый котел, Нижняя Шумяновка, Дагомыс, Варваровка, Ордынка, Барановка, Волковка, Альтмец, Учдере, Верхнюю Учдере, Нижнюю Учдере. Работы по пуску газа потребителям начнутся по окончании плановых работ Сочи Горгаза. Срок полного восстановления газоснабжения в течение двух суток с момента подачи газа. В Сочи прошло расширенное рабочее совещание по проекту стратегии социально-экономического развития города-курорта на период до 2030 года. В обсуждении наиболее острых вопросов приняли участие те представители научных, образовательных и общественных организаций, а также депутаты городского собрания Сочи и представители от администрации города. Асальту Легенова продолжит тему. О необходимости законодательно, юридически оформить статус Сочи как общефедерального курорта. Стратегия города Сочи – очень важный документ, который на долгие годы будет определять алгоритм развития территории курорта. Обсуждения проходили в субтропическом научном центре Российской академии наук. Экономика есть экономика, а курорт, он очень тяжелый с точки зрения экономики. Без федерального вливания, через положение, через финансирование мы можем курорт потерять. Собрались профессионалы, специалисты. Конечно, администрации будет тяжело, но мы, как городское собрание, всегда поддержим, создадим площадку дополнительную, согласуем и придем к консенсусу для того, чтобы следовать ей и наш город развивался. Значительные рекомендации и изменения стратегии города были внесены участниками научных сообществ, представителями общественности, в том числе и резидентами сочинского делового клуба. Самое главное в развитии городов, главный алгоритм – это когда четыре составляющих одновременно взаимодействуют. Это власть, это бизнес, это наука и это общество. И вот сейчас как раз разработка стратегии, она нам показывает, насколько эффективно может взаимодействовать все четыре кластера, которые классически должны принимать участие и в принятии решений, и в дальнейшем во взаимодействии в управлении городом. Встреча коллегии состоялась уже в третий раз. Все изменения и предложения от спикеров структурировали и задокументировали. Также были подведены итоги заседания. Предложения для стратегии курорта будут направлены в администрацию города Сочи для дальнейшего рассмотрения. На сегодняшний день было предложено уже в октябре месяце формализовать эту нашу научную дискуссионную площадку с созданием научно-исследовательского международного совета при Черноморье. Все документы находятся в открытом доступе. С ними можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Сочи. Ассаль Тульгенова, Дмитрий Петрий. Время новостей. Печальные известия пришли сегодня на новостные ленты. Стало известно, что скоропостижно ушли из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сургонркин и руководитель Центра восстановления «Леопардов на Кавказе» Умар Семенов. Большая потеря отечественной журналистики. Скончался на 69-м году жизни заслуженный журналист России, лауреат множества премий, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгуркин. По предварительным данным, причина смерти – инсульт. Владимир Николаевич в 1999-м стал главным редактором «Комсомольской правды», крупнейшего советского и российского издания. Владимир Сургонкин прошёл путь от обычного корреспондента до выдающегося руководителя популярных СМИ. Папа предназиатских леопардов Умар Семёнов ушёл из жизни на 51-м году жизни. Кандидат биологических наук с 2003 года исполнял обязанности замдиректора по экологическому мониторингу и сохранению биологического разнообразия Сочинского национального парка. В 2004 году Умар Семёнов стал заместителем директора по охране окружающей среды. Шесть лет спустя, в 2006 году, был назначен руководителем Центра восстановления леопарда на Кавказе. К другим новостям. В Краснодарском крае синоптики прогнозируют отступление непогоды. Бархатный сезон взял паузу в нашем регионе, правда, ненадолго. С начала недели по южной столице прошёлся холодный атмосферный фронт, а в прошлые сутки с ливнями и грозами. Как отмечают специалисты гидрометеослужбы, угрозы повышения уровня воды в реках и водоёмах до неблагоприятных отметок нет. О том, что происходило на курорте накануне вечером и ночью, горожане рассказывали в соцсетях. Местные жители и туристы вечером наблюдали танец молний над городом. Все наблюдали за шоу, притаив дыхание. Это видео снято в Лазаревском районе. Яркие линии рассекали небосклон, каждую минуту составляя сложные фигуры. Всё это сопровождал огрушительный гром. А эти кадры запечатлели в море погоню молний за пассажирским судном. Ночное зрелище было завораживающее. Из-за ярких вспышек небосвод окрашивался в буро-малиновый оттенок, местами в ярко-розовый цвет. Одна молния разветвлялась на десятки других. Смотрите, какой огромный смерч несётся. Кроме высоковольтных раскатов, сочинцы наблюдали, как в море формировались величественные смерчи. Горожане и гости курорта не упустили возможность запечатлеть эту опасную красоту. По прогнозам синоптиков, плохая погода на курорте продлится недолго. Уже с конца рабочей недели с антициклоном в регионы вернётся и тепло. Температура воздуха вернётся к летним значениям, и термометры покажут от плюс 28 до плюс 33 градусов. Сохранится высокой и температура воды. На пляжах Большого Сочи она будет от плюс 24 до плюс 26 градусов, сообщили в центре погоды ФОБОС. Минувшие сутки не обошлись без происшествий. О некоторых из них мы расскажем в традиционной рубрике ЧП. Упавшее дерево парализовало движение транспорта на федеральной трассе Джубга-Сочи возле посёлка Учдере. Из-за непогоды оно рухнуло на проезжую часть и полностью перегородило её. Автомобилисты не стали дожидаться помощи и сами убрали ствол, чтобы освободить дорогу для проезда автотранспорта. В момент падения поблизости не было людей и автомобилей, поэтому никто не пострадал. В Сочи рабочий убил прораба и за 30 тысяч рублей. Именно такую сумму должен был мужчина подчинённому. Всё произошло на улице Кироваканское, посёлке Лао Лазаревского района. Сотрудники полиции по горячим следам задержали предполагаемого убийцу. Следственным отделом СКР устанавливаются причины и детали произошедшего в рамках уголовного дела. В связи с подозрением в совершении преступления подусмотрено. Частью первой из таких структов УК РФ. Собережание согласно? Да. Ну, признаете? Да. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Добрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Мужчину заключили под стражу. Назначено проведение судмедэкспертизы. В рамках расследования также будет дана юридическая оценка его действий в незаконном обороте оружия. 35 кустов конопли нашли сотрудники правоохранительных органов УВД Сочи. Полицейские получили информацию о том, что в лесном массиве горной местности Лазаревского района находится плантация. В результате проверки сведения подтвердились. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений были задержаны два местных жителя возрасте 33 и 39 лет. Мужчины ухаживали за произрастающими на данном участке кустами. Возбуждено уголовное дело. В Сочи участники дорожного движения стали свидетелями серьезного нарушения ПДД. Машина ехала по однополосной дороге во встречном направлении движущемуся потоку автомобилей. Возможно, во всем виноват был навигатор. Как сообщает автор видеоролика, к счастью, обошлось без ДТП. Это не все, что мы хотели вам рассказать. Смотрите во второй части программы. Величественные, полезные и редкие. В Сочи на набережной Мацесты высадили аллею эпкалиптов. Кто взял шество над ними и какой мы увидим набережную через несколько лет? Творческие и спортивные. Как выбрать секцию или кружок для ребенка и где это удобно сделать? Об этом в рубрике подробно рассказал эксперт в области дополнительного образования. Сенсация в парке южной культуры. Сочинские ученые завершили эксперимент по разведению редкого вида магнолии. Как им это удалось? Далее небольшой блок коммерческой информации. Не переключайтесь. В сети магазинов бытовой сантехники Аквамен. Унитаз юбилейный люкс за 5000 рублей. Аквамен. Прикоснись к легенде. Будь первым. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника Ура-Про. 304-79. В сети магазинов бытовой сантехники Аквамен. Акриловая ванна Тритон Ультра за 9000 рублей. Аквамен. Прикоснись к легенде. Будь первым. Рекламное агентство Макс Медиа. Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство Макс Медиа. Живи с нами в одном ритме. На одном дыхании. В одном городе. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. Организовать больше спортивных и творческих мероприятий в отдаленных районах курорта призвал сочинских студентов глава города Алексей Копайгородский. Об этом мэр говорил с представителями молодежного совета. Также на встрече подвели итоги проделанной работы за год. Подробности узнаем у Алины Тищенко. Молодежный совет был создан около года назад. С тех пор было сделано немало. Молодые активисты провели около 70 мероприятий по нескольким направлениям. Это и патриотическое воспитание, и творческое развитие, и экологическое просвещение. Много было спортивных соревнований. Особое внимание уделяется развитию личностных качеств молодых людей и содействию в начале карьерного пути. Вот что об этом рассказала председатель молодежного совета при главе города Эрика Берген. Потрясающий конкурс «Дай порулить». На самом деле в этом году был большой охват среди молодежи. У нас было очень много партнеров среди предприятий нашего города. И этот проект стал победителем грантового конкурса, получил 500 тысяч рублей. Также мы проводили большой форум краевой «Вверх» для молодых предпринимателей, где ребята слушали истории 24 предпринимателей из Краснодарского края. За год в организованных Советом событиях было задействовано более 8 тысяч молодых людей. Недавно был открыт Дом молодежи, который уже стал местом притяжения ребят. За несколько месяцев существования Дома молодежи его посетили сотни сочинцев. Ежедневно там организуют тематические мероприятия, работают в спортивной секции, проводят тренинги, встречи клубов по интересам. Глава курорта поблагодарил молодых активистов за проделанную работу и призвал дальше активно развивать молодежное направление, создавать тематические площадки в разных районах курорта, а также в отдаленных селах. Вы должны генерировать, как вот оргкомитет молодежный, проговорили каждый день, как молодежь будет отмечать новогодние праздники, как молодежь будет заниматься 23 февраля, какие-то дни городские, какие-то праздники. То есть у вас должна быть все время хорошая субкультура, вы должны сделать каркас, матрицу того, что может быть. Под любой хороший каркас и матрицу мы сможем организовать финансирование и сделать это все масштабнее. Мэр также пообещал и дальше оказывать всю необходимую поддержку инициативной сочинской молодежи. В рамках проекта формирования комфортной городской среды в Сочи высадили аллею эвкалиптов в честь 85-летия Краснодарского края. Молодые деревья украсили набережную Руки Мацеста в Хостинском районе. Шество над зелеными насаждениями взяли на себя педагоги и учащиеся городской школы номер 11. Деревь, деревья – это очень здорово, поэтому мы это делаем. Это очень важно. Высадить здесь именно эвкалипты властям посоветовали дендрологи. Саженцы были выращены специально по заказу городской администрации в местном питомнике. В нашем прекрасном парке сегодня высаживается 85 эвкалиптов. Это знаковые деревья. Во-первых, это деревья, которые защищают от комаров. Во-вторых, это деревья-насосы, которые лишнюю влагу поглощают и растут как можно больше. Роща, которая сейчас появится в Парково, это просто будет чудо из чудес. Вы позже увидите, что это такое, потому что это очень редкие деревья и очень величественные. Ныне в микрорайоне проживают 9 тысяч человек. Излюбленное место их досуга, конечно же, набережная реки Мацеста. Ее протяженность 2 километра 700 метров, а площадь парковой зоны 7 гектаров. Люди старшего поколения любят здесь гулять, родители проводить время со своими чадами на детских площадках, а молодежь кататься на велосипедах и скейтах, заниматься спортом на воркаут-площадках. Тем более, что на набережной хорошее освещение, есть зоны отдыха со скамейками и урнами. Благоустройство набережной реки Мацеста и близ лежащего сквера будет продолжаться и дальше в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В дальнейшем будет развиваться эта территория, будут дополняться объекты для занятия физической культурой, для отдыха, для молодежи, чтобы все слои населения чувствовали себя комфортно на данной территории. Я имею в виду возрастные слои, от маленьких наших самых жителей и до представителей уважаемого серебряного возраста. В первую очередь, конечно же, хочется украсить, чтобы город был действительно зеленым и сохранял свой статус города-курорта. Тем более, в этом году глава города объявил годом экологии. В среднем эвкалипт растет до двух с половиной метров в год. Уже через несколько лет нынешние школьники, прогуливаясь по набережной реки Мацеста, могут с гордостью говорить – это дерево посадил я. Елизавета Червяк, Александр Киреев, Время новостей. Стартовал учебный год, и школьники сели за парты. Но помимо уроков, многие посещают различные секции, кружки, спортивные тренировки и многое другое. О том, чем занять ребенка в свободное время, какие на курорте есть учреждения дополнительного образования, а главное, как записаться в секцию, в студии программы подробно рассказал главный специалист отдела дополнительного образования Управления по образованию и науке администрации города Сочи Наталья Осеева. И вот фрагмент интервью. В многопрофильных учреждениях, это вот наши центры, в основном пользуются популярностью, конечно, художественная направленность. Это вокал, хореография, это живопись, декоративно-прикладное творчество. И социально-гуманитарная направленность, это когда углубленное изучение предмета какого-то. В детско-юношеских спортивных школах пользуются популярностью самбо, тэквондо, футбол, фехтование. Вот из 10 детско-юношеских спортивных школ у нас практически в каждой школе есть вид спорта, который только в этой детско-юношеской спортивной школе. Вот Дю США номер 6 в Лазаревском районе у них есть хоккей на траве. Дю США номер 9 у них есть фехтование в нашей отрасли у единственных. Дю США 2 это плавание. Дю США 1 это бомбинтон и спортивная гимнастика. Ну и есть такие, которые пользуются популярностью, опять же, повторюсь, футбол, самбо, тэквондо. Полную версию программы подробно смотрите сразу после информационного выпуска. Также она доступна в наших ВК-видео Сочи 24. И напоследок про ботаническую сенсацию в парке Южной культуры. Его сотрудники успешно завершили эксперимент по разведению магнолий карпуна. Долгие годы ученые считали, что этот вид невозможно размножить, но сочинским специалистам это удалось опровергнуть. Кроме того, в парке идет активное восстановление редкого сорта кувшинок. Подробности знает Дарья Дмитриева. Магнолия карпуна – одна из главных ботанических ценностей парка Южной культуры. Сорт получил название по имени описавшего его ученого профессора Юрия Николаевича карпуна. Эту магнолию отличают от своих собратьев крупные листья и цветки насыщенного розового цвета. Возраст дерева специалисты оценивают примерно в 50 лет. На всей территории парка Южной культуры представлены 15 видов и более 20 сортов магнолий. Но магнолия карпуна представлена в единственном экземпляре на всей территории Европы, а также предполагается, что и по всему миру. В скором времени она отцветет. Она начинает зацветать примерно в середине лета и вот до начала осени. По предположениям экспертов, магнолия карпуна появилась в парке в результате скрещивания двух видов магнолий. Ранее считалось, что этот сорт невозможно размножить. Но летом 2021 года сотрудники Южных культур начали эксперимент. И в августе этого года, наконец, на одном из отводов появились корни. Мы брали отводки магнолий карпуна разного периода, то есть ветви и этого года, и прошлого года. Но их было всего лишь три. Подготавливали специальные резервуары и наполняли их специальной почвенной смесью. Сейчас саженец помещен в тепличные условия. Специалисты ждут появления на нем новых листьев. Но о его высадке в открытый грунт говорить пока рано. Эксперты полагают, что этого события придется ждать еще несколько лет. Еще одна хорошая новость. К лету следующего года в озерах парка может появиться кувшинка Виктория Амазонская. Еще в 60-е годы прошлого века это растение служило необычным аттракционом для посетителей южных культур. Лист такой кувшинки мог выдержать вес детей и миниатюрных девушек до 45 килограмм. Для восстановления утраченной коллекции в теплицах парка построили специальный бассейн. В нем поддерживают определенную температуру. Так в этом году удалось получить один саженец. Мы планируем в 2022 году после ее цветения получить семенной материал, чтобы в 2022 году попробовать заново ее вырастить уже в нескольких экземплярах. И получив уже несколько растений, мы можем иметь такую возможность, как высадки ее в открытый грунт в бассейн с кувшинками. Всего в богатой коллекции парка насчитывается 750 видов растений. За прошедшее лето он принял более 100 тысяч посетителей. А сейчас южные культуры готовы к бархатному сезону. Уже скоро гостей будет радовать аромат цветущих смолосемянников. В октябре горная камелия распустит свои цветы. А к ноябрю пожелтеет ликвидамбор. Дарья Дмитриева, Дмитрий Петри. Время новостей. И на этом у меня все. Напомню, что наш телеканал можно смотреть на территории Большого Сочи во всех кабельных сетях на 22-й кнопке, IP-телевидении и онлайн на сайте sochi24.tv. За самыми актуальными и интересными новостями курорта вы также можете следить в нашем телеграм-канале «Сочи 24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Подписывайтесь. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. Информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен сообщениями о возобновлении боевых действий вдоль армяно-азербайджанской границы. «Он призывает стороны сделать незамедлительные шаги к деэскалации напряженности, проявить максимальную сдержанность и решить любые нерешенные вопросы путем диалога». По меньшей мере 49 армянских солдат и неизвестное число азербайджанцев были убиты во вторник в ходе самых кровопролитных боев между Азербайджаном и Арменией со времен войны 2020 года. Обе стороны обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий. Они начались сразу в нескольких точках вдоль границы. Ситуация грозит вылиться в новый полномасштабный конфликт. Ереван говорит, что Азербайджан обстрелял приграничные города, включая Джермук, Горис и Капан, что вынудило его ответить. «Азербайджан утверждает, что эти действия стали ответом на какие-то провокации с армянской стороны. Но мы однозначно можем констатировать, что эта информация абсолютно ложная и не имеет ничего общего с реальностью». В Баку заявляют, что армянские диверсионные отряды попытались заминировать азербайджанские позиции и начали обстрел. Азербайджан также обвинил армянские войска в стрельбе из тяжёлого оружия в нарушении соглашения о прекращении огня, достигнутого ранее во вторник. «Было замечено, что Армения сосредоточила наступательные вооружения, тяжёлую артиллерию и военнослужащих вдоль границ Азербайджана. Все эти факты ещё раз показывают, что Армения готовит крупномасштабную военную провокацию». Между тем, организация договора о коллективной безопасности объявила, что направит в Армению миссию во главе с генеральным секретарём Станиславом Засим. Она должна будет оценить обстановку на границе и подготовит доклад. Десятки тысяч людей выстроились на улицах Лондона под сильным дождём, чтобы встретить гроб с телом королевы Елизаветы II. Его привезли в Лондон для последней остановки в Букингемском дворце. Поздно вечером Катафалк медленно проехал из близлежащего аэропорта через улицы города. Люди стояли на всём его пути, бросая цветы. «Я никогда не была так близко к королеве. Это как последнее прощание». «Для меня это честь. Я хотела выразить своё почтение. Я также привела одного из сыновей, чтобы он мог это увидеть. Это история, и это вызывает столько эмоций. Я почувствовала, что мы действительно должны это сделать». В Букингемском дворце гроб с телом королевы встретили король Карл III и члены королевской семьи. Елизавета II мирно скончалась 8 сентября в замке Балмарал в Шотландии. Ей было 96 лет. После этого в стране объявили 10-дневный национальный траур. Он завершится 19 сентября государственными похоронами. Елизавета II стала самым долгоправящим монархом в Великобритании. И её сыну уже точно не удастся побить рекорд матери, ведь он вступает в должность в возрасте 73 лет. Картина «Молочница» кисти Яна Вермеера – одна из самых известных в Амстердамском Рейкс-Мусеуме. А недавно специалисты заглянули под слои краски и узнали, что первоначальная задумка голландского художника была иной. «За кухаркой, наливающей молоко, белая стена. Но изначально на ней были полки с банками, а теперь мы их не видим. У её ног стояла большая корзина, которую называют дровницей. В ней лежали куски горячей древесины». В феврале следующего года «Молочница» станет экспонатом уникальной выставки в Рейкс-Мусеуме. На ней представят 27 работ Вермеера. Подобной экспозиции раньше никогда не было. Художник за всю жизнь создал 35 картин. Три картины голландского мастера предоставит частный Нью-Йоркский музей коллекции «Фрика». Они куплены более ста лет назад и никогда не покидали стен музея. Исключение сделали потому, что сейчас здание ремонтируют. Ян Вермеер – один из величайших живописцев золотого века голландского искусства, который пришёлся на 17-е столетие. Он мастер жанрового портрета и бытовой живописи. Ещё при жизни художник получал хорошие деньги за свои картины. Заказчиками были его покровители-меценаты. Вермеер также считается экспертом в области произведений искусства. Учеников у художника не было. Субтитры подогнал «Симон» Телеканал «Сочи-24» приглашает посмотреть культовую картину «Весёлые ребята» – комедию из Золотого фонда советского кино. Творение молодого режиссёра Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского было отмечено наградой за режиссуру на Венецианском кинофестивале. «Я не могу репетировать в такой обстановке! Это меня сбивает!» Абсолютно оригинальная история легла в основу сюжета молодого пастуха Костю Потехина принимать за модного заграничного артиста. Везению его нет предела. В Одесском мюзик-холле простодушный парень произвёл сенсацию и стал дирижёром джаз-оркестра. У него и его ансамбля появляется шанс выступить не где-нибудь, а на сцене Большого театра. Это огромный шаг для музыкантов, которым приходится репетировать на похоронах. Чтобы ещё раз услышать знаменитые песни в исполнении Леонида Утёсова и Любови Орловой, смотрите фильм «Весёлые ребята» 15 сентября в 21.00 на телеканале «Сочи-24». Продолжение следует...